Рассмотрим вопросы, связанные с электронной почтой. Основные протоколы и основные понятия, связанные с электронной почтой. В принципе, как вы представляете, электронная почта это основная киллер фича для интернета была в свое время. То есть, то, что позволило интернет развиваться. Первоначально это были простейшие протоколы. Первый протокол, один из протоколов, это UACP, Unix to Unix Copy Protocol, который позволял просто копировать файлы с одного хоста на другой по сети. Соответственно, файлы переправлялись. Протокол поддерживал почтовые ящики, грубо говоря, базу данных этих файлов и сообщений. И они складировались у пользователя, не пользователю, как просматривать с помощью приложения или с помощью просто редактора или просмотрщика. В принципе, на такой же идеологии, скажем, работала технология FIDO.NET и так далее. Современная электронная почта базируется на двух группах протоколов. Это протокол отправки и протокол получения. Протокол отправки это SMTP. Протокол получения по BMP. В чем разница? SMTP требует, чтобы хост, на который отправляется сообщение, всегда был включен. То есть, во время отправки он должен быть доступен, и на него отправляется информация. Если хост недоступен, то сообщение откладывается в отправки. Пытаемся потом через определенные промежутки времени его отправить. Если, скажем, через сутки или через двое у нас и так и не отправилось сообщение, считаем, что недоступен у нас тот, кому мы посылаем сообщение. Естественно, проблема в том, что, ладно, можно сделать, что сервера будут всегда доступны, но ведь пользователь работает на клиентском компьютере с почтой. Когда раньше у нас к серверу подсоединялись просто терминальные клиенты, то все было нормально. Сейчас клиенты в виде персональных компьютеров, они работают не всегда, поэтому возникла необходимость протокола для того, чтобы запрашивать почту, то есть не получать ее безусловным образом, а делать запрос и получать. Ну и вот у нас два протокола, ПОП, последняя версия 3, ПОП-3, и МЭП, последняя версия 4, мажорная, и МЭП-4. Они для того, чтобы работать с удаленным почтовым вещиком, запрашивать почту и обрабатывать ее на локальном компьютере. Ну и вот у нас примерно вот так работает эта схема, вот у нас Mail User Agent, это ваша почтовая программа. Она отправляет письмо с помощью Mail Transfer Agent, который работает по SMTP, он передается на другой сервер SMTP Mail Transfer Agent. И потом клиент с помощью Mail Delivery Agent скачивает это письмо себе. Ну вот, все достаточно просто и очевидно. Следует заметить, что есть, конечно, расширение, как бы почтовые протоколы в сторону, поскольку шаг в сторону. Почтовые протоколы это очень важная вещь, почта крайне важна в корпоративном обмене информации. То есть частные протоколы, ну вот, X400 мы видели протокол для ISO-AC, протокол, скажем, Exchange для Microsoft сервера и так далее. Но это закрытые частные протоколы, мы их не рассматриваем. Там протоколы включают в себя и МТА, и Transfer, и Delivery, доставку почты. Ну и вот SMTP, это основной протокол передачи почты. Опять же, как вы помните, у нас практически все протоколы работают, грубо говоря, поверх ТОЛНЕТ, то есть используют идеологию ТОЛНЕТ для передачи сообщений, в них записываются некие команды. Мы в прошлый раз обсуждали HTML, там у нас команды структурированные, имеют определенную структуру, ну в частности, ключ значения. Тут у нас просто идут не структурированные команды, как и в ТОЛНЕТе. Вы можете этими командами легко пользоваться в лабораторной работе. Есть такая возможность, вы можете подсоединяться к SMTP серверу и симулировать работу почтового клиента. Ну, тут опять же нужно заметить, что наиболее удобно это работать именно с нешифрованным каналом. Тогда ТОЛНЕТом пользуемся. Если у нас канал шифрованный, то нужно пользоваться клиентами, которые поддерживают криптование SSL, TLS. Ну, например, это клиентские программы из пакета OpenSSL и так далее. Ну, вот у нас HLO первая команда, это у нас идентификация клиента, дальше у нас указывается отправитель и получатель. То есть, в принципе, протокол достаточно простой. Дальше у нас указывается, куда доставка идет, может верифицироваться получатель. И в конце сообщения идут данные, которые, собственно, являются почтовым сообщением. Данные у нас идут в текстовом формате. Тут нужно заметить следующее. Первоначально у нас почтовые, ну и Unix вообще работал с кодировкой ASCII 7-битной, то есть только 128 символов. В результате у нас во время развития интернета, когда почта стала не только, грубо говоря, англоязычной, но и использовать символы из других афгабитов, из верхней половины кодовой таблицы, происходили следующие вещи. При передаче через, скажем, американские сервера, обрезался первый бит в символах. То есть, 8-битные символы шли, и обрезался первый бит, получались 7-битные символы. В результате получалась некоторая ерунда. Как боролись с этим в русском интернете, в Рунете, в Unix была введена кодировка КОИ-8. Эта кодировка КОИ-8Р, она интересна тем, что русские буквы расположены не в порядке возрастания А, Б, В, Г, Д, а таким образом, что при обрезании первого бита они становятся соответствующей латинской буквой, как бы в транслитерации. То есть, русская А превращается в латинскую А, русская Б превращается в латинскую Б, и так далее. Ну, там, конечно, не всем буквам соответствуют ли однозначные латинские транслитерации, поэтому получалось достаточно специфический вид. Но при этом сообщение все равно можно было прочесть. В дальнейшем был осуществлен переход на стандарт МАИМ, который мы чуть позже посмотрим. Основная идеология этого стандарта, кроме того, что можно было вкладывать не только текст, но и другие вещи, изображения, видео, аудио, это то, что содержимое письма конвертировалось в 7-битный код, а потом дошифровалось. Таким образом, мы могли передавать полную бинарную информацию, перегоняли ее в 8-битный ASCII, и он передается по сети. Если вы отправляли файлы, какие-нибудь, особенно крупные, то видели, что письмо обычно по размеру, по объему больше, чем сумма объема всех файлов. Это из-за того, что у нас идет перекодирование из 8-битного кода в 7-битное. Интересная команда в SMTP Help подразумевала, что можно работать и из терминала, набирая каждую команду, и Help позволял запрашивать информацию о команде. Если бы, естественно, не подразумевалось, что может человек работать с помощью Телнета с этим протоколом, необходимость вводить такую команду бы не возникла. Ну, значит, естественно, в конце у нас идет команда Reset, которая прекращает соединение и завершение соединения. При работе, естественно, так же, как и в HTML, в протоколе HTTP, в протоколе HTTP у нас возвращается код ошибки. Код ошибки – это не говорит, что возникла ошибка. Нет. Код ошибки извещает о том, с какими результатами завершилась команда. В Unix принято, что код ошибки является целым числом. В некоторых других операционных системах, например, в системе LeBus, был код ошибки, который в виде строки был, или в плане 9 у нас код ошибки в виде строки. Ну, вот у нас некоторые кода ошибок. Это вот положительное завершение. Ну, и группа ошибок, когда возникают некоторые ошибки. Если вы получали отбивку письма, то там как раз шла какая-нибудь ошибка. Например, отсутствует реципиент, то есть почтовый ящик недоступен, или так далее. В общем, зная эти ошибки, мы можем сделать предположение, заключить, почему не сработала передача почты. Ну, очень часто это переполненный почтовый ящик, или вообще человек завел почту на бесплатном почтовом сервере. Бесплатные почтовые сервера появились не так давно. Раньше, если у человека была почта, то значит он работал в какой-то организации, имеющей доступ к почте. И человек забросил этот почтовый сервер, и сервера очень часто удаляют пользователей, если определенное время не было доступа к ящику. Например, яху так делают. Ну, и у нас соединение происходит, передача проходит определенные фазы, устанавливается соединение, почта передается, и отключается конечное устройство. С СМТП ситуация следующая. Сообщение должно быть передано за раз. То есть, если у нас какой-то обрыв связи, не потеря пакетов и перепосылка пакетов, что решается на уровне кисикли, а именно вот обрыв связи, то нам придется передавать почту еще раз. Именно этим вызвано ограничение на размер почтового отправления. Ну, на данный момент у разных провайдеров почты, в основном свободной почты, варьируют, скажем, от 25 до 30. Раньше было еще меньше, скажем, 8 мегабайт и так далее. Это все было сделано для того, чтобы почта не зависала где-нибудь и не могла передаться, а передавалась полностью. Ну, и, естественно, при взаимодействии, вот у нас описано, взаимодействие при установлении соединения. Опять же, это вы в Толнете можете проверить. При тестировании соединения у нас идут определенные коды возврата, которые показывают, как происходит процесс передачи почты. Вот это у нас передача сообщения и окончание соединения. Все эти коды возврата и команды, которые вы вводите, вы можете увидеть на терминале. Ну, и как мы уже обсуждали для передачи сложной информации, не только текста, у нас используется стандарт MIME. В стандарте MIME идет преобразование в ASCII, причем в ASCII 7-битный, не 8-битный. ASCII у нас есть 8-битный и 7-битный. ASCII 7, ASCII 8. Идет преобразование в ASCII 7. И, соответственно, клиент потом ASCII 7 преобразует в нужный текст или другую информацию. Естественно, этот протокол MIME содержит определенные управляющие поля. Версию, тип. Тип у нас в MIME используется не только в почте, но и во многих других, скажем, в HTTP. В других приложениях он кратко задает к чему относятся данные содержимые. То есть файл, скажем, это вордовский, файл экселевский, изображение JPEG, PNG и так далее. Кодировка передачи, значит, идентификатор сообщения и описание сообщения. Ну вот тут некоторые группы и типы MIME. У нас первый идет тип, ну, скажем, текст, а потом через слэш идет под тип. Текст плейн, это значит чистый, просто простой текст, без всего. Тут, грубо говоря, при раскодировании информации вам, по большому счету, все равно, это плейн текст или HTML или другой, а вот для удобства работы, то есть для вызова соответствующего приложения при обработке данного вложения, нужен под тип. Значит, имидж, изображение, тоже формат аудио. тут у нас, видите, вот XMS VMI. У нас есть, были введены стандартные типы, вот, скажем, аудио МПЕГ, МПЕГ стандартный. А вот для типов, относящихся к каким-то проприетарным форматам, вот у нас более сложная запись, то есть это вот X, это идут какие-то дополнительные форматы, какое-то расширение. MS это Microsoft. И в рамках этого Microsoft уже можно было задавать набор других форматов. Ну и вот последнее, это Application. Это задает то приложение, которое должно обрабатывать данную информацию. Итак, вот у нас основные кодировки. 7-битные, это 7-битные ASCII. 8-битные ASCII, 2-ичные ASCII. Передается в основном Base64. То есть специальная кодировка, где блоки данных кодируются специальную кодировку, которая даже более узкая, чем ASCII. А именно, там при кодировании исчезают некоторые символы, которые могут иметь управляющее значение. Ну, вот у нас ASCII-то у нас имеет часть символов символа управления, потом символы зарезервированные в операционной системе, могут быть какие-нибудь, скажем, амперсант, это символ, который означает отправить команду в фон и так далее. Ну, и вот Base64, это кодировка, которая не просто перекодирует в ASCII, но и убирает определенный набор управляющих символов и символов, имеющих какое-то управляющее значение. и вот пример у нас MIME версия 1.0 содержит текст HTML, то есть тип текст под тип HTML в кодировке UTF-8. Это важный UTF-8 для почтового клиента, как он будет отображать эту информацию и то, что она передается в кодировке Base64, опять же, для почтового клиента, который знает, как перевести закодированное сообщение в сообщение, которое воспринимает клиент. Ну, и протоколы для вытягивания почты это POP3 и E-MAP. POP3 у нас позволяет читать почту из удаленного почтового ящика, какие его недостатки. Ну, первоначально он вообще предназначался, чтобы просто стянуть информацию с ящика, но потом опции у него появились, что он не удаляет, а оставляет почту в ящике. В общем, тут у нас почтовый ящик удаленный воспринимается как хранилище данных. И все данные скачиваются на клиент и удаляются по умолчанию из хранилища данных. Если у вас один компьютер, то вполне хорошо, очень удобно. Проблемы возникают, когда у вас несколько компьютеров. Ну, тоже такие проблемы не так давно возникли. А главная проблема возникла следующая, когда у вас несколько клиентов. Скажем, когда у нас стали развиваться HTML-клиенты, это особенно в свободной почте было, то у нас вот такой вариант использования почты может быть. Вы на работе смотрите с помощью HTML-клиента, а дома с помощью нормального клиента операционной системы, ну, или наоборот. А в результате у вас почтовый ящик выглядит по-разному. Вы когда смотрите дома, у вас скачивается вся почта и все. И через HTML-клиент, через веб-клиент вы уже не посмотрите. И вот тогда возникла возможность, стала применяться возможность сохранения на сервере почты. работает по 110-м порту. Естественно, сейчас он скриптованием часто используется. Работает по паролю. И опять же, тут все очень просто, точно так же, как с S&TP можно через Тонет клиент управлять с помощью этой сессии ПОП-3. Команды очень простые. В принципе, их можно даже запомнить. То есть это к тому, что необязательно их с помощью клиентов использовать. Можно в крайнем случае через Тонет. Под ПОП-3 использовались консольные клиенты, потом графические клиенты пошли. Но в принципе все они позволяют достаточно успешно работать с почтой по ПОП-3. Значит, вот тут вы видите основные команды ПОП-3 они раскрывают хорошо функциональность этого протокола. То есть мы можем состояние ящика посмотреть, подстрелить список сообщений, мы можем стянуть сообщение клиенту и пометить его на удаление. После пометки на удаление сообщение не удаляется сразу, а удаляется по завершению сеанса. так что до конца сеанса это сообщение просто помечено как удаленное. Ну и соответственно у нас юзер пасворд. Это у нас плейнтекстовая передача информации. Естественно это не совсем хорошо было. Потом пошли всякие системы аутентификации к ПОП3 которые позволяли передавать пароль в шифрованном виде. Но на новом витке развития когда ПОП3 уже интенсивно стал использовать шифрование SSL опять вернулись к передаче плейнтекстом имени пользователей пароля потому что все равно все весь канал передачи шифруется так что в дополнительной сущности придумывать уже не было никакого смысла. И протокол IMAP последней версии 4 это более продвинутый протокол он позволяет не просто стягивать информацию с удаленного почтового ящика а грубо говоря работать с ним как с локальным этот протокол позволил снять все проблемы ПОП3 по доступу с нескольких источников поскольку вы работаете с удаленным почтовым ящиком как с локальным вам не нужно перетягивать все сообщения на локальный почтовый ящик вы даете команду переносите в разные подпапки вот у вас папки появились нету в ПОП3 папок на сервере в удаленном почтовом ящике под папки вы можете по папкам раскидать информацию и удалять помечать как-то и так далее то есть все же вы работаете как бы локально на самом деле работаете с удаленным почтовым ящиком который находится на сервере очень удобно вы можете с разных клиентов заходить и будете видеть одно и то же содержимое почтового ящика кроме того E-MAP4 позволяет задавать право доступа таким образом мы можем не зная скажем пароля к конкретному данному почтовому ящику дать но имея права доступа к его сообщениям то есть мы задаем права доступа скажем на чтение другому пользователю и друг пользователь сможет легко читать эти сообщения но ничего больше не удалять не перемещать ничего таким образом можно устраивать доступ нескольких человек к этому ящику следует заметить что проприетарные почтовые протоколы ну скажем гугловский протокол он реализует только под множество E-MAP потому что полное множество E-MAP конфликтовало бы с родным протоколом гугл 143 порт у нас по умолчанию на E-MAP 4 используется но опять же у нас можно гнать его поверх SSL и TLS в принципе то же самое построение как и POP 3 принципиального отличия нету у протокола у нас поддерживает вилдкарты данный протокол то есть мы можем задавать с помощью вилдкарт скажем звездочкой несколько отправлений а не только конкретные поскольку у нас сложный достаточно почтовый ящик получается не просто загружается все сообщения там много папок и так далее то для идентификации сообщений используются уникальные номера так называемые EGIT это специально сгенерированное 30-битное число в принципе с большой вероятностью оно будет уникальным скажем так с малой вероятностью оно будет не уникальным насколько я знаю коллизии при генерации EGIT генерится с помощью специальной программы коллизий при генерации EGIT было всего несколько штук как следующий шаг EGIT 64 где еще коллизий меньше EGIT считается это практически уникальный номер который можно присвоить какой-то сущности ну и соответственно у вас более мощные команды работы и соответственно поскольку это как бы почтовый ящик то вы можете помечать каждое сообщение определенным флагом ну флаги стандартные это просмотренный то есть вы прочли сообщение вы можете пометить его как удаленное вы можете пометить что был ответ на это сообщение в клиентах скажем тоже это можно демонстрировать если вы начали создавать сообщение и не завершили оно помечается как драфт ну вообще как только вы начали создавать сообщение оно как драфт пометилось пока вы его не отправили и свежие сообщения только что поступившие тоже помечаются определенным флагом ну и команды очень похожи на ПОП-3 только учитывая что у нас более богатый набор возможностей при работе с этим почтовым ящиком таким образом у нас спектр протоколов SMTP для отправки и МЭП и ПОП-3 для чтения ПОП-3 не умер при приходе и МЭПа а имеет свою достаточно специфическую нишу не всегда нам нужно работать с удаленным ящиком да и может быть связь плохая иногда нам достаточно скачать данные удаленного почтового ящика для этого проще использовать более простой сервер более простой клиент более простой протокол ПОП-3 все три протокола имеют свою нишу все три живут и процветают было несколько проектов улучшения этих протоколов SMTP в основном усложнения но как-то вот они ни один проект не дошел ну например у нас есть такая вещь которая внедрена в протокол скажем мы при отправке помечаем что требуется сообщить о доставке и прочтении этого сообщения но поскольку не все сервера поддерживают эти флаги то опять же это на усмотрение сервера то есть мы можем расширять протокол как угодно но для того чтобы связанность интернета оставалась чтобы любой клиент любой сервер мог взаимодействовать с другими мы имеем некое ядро с некоторым ядерным функционалом а все остальное может быть может не быть а если не все поддерживают такой функционал то в принципе нет никакого желания его развивать поэтому внедрение новых возможностей новых фишек в эти протоколы крайне затруднено до сих пор до сих пор Продолжение следует...